Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как можно из трёх ингредиентов в домашних условиях сделать, приготовить домашний сыр. Для этого нам нужно, у меня будет сегодня 2 литра молока, сок 1 лимона и немного соли, соль по вкусу. Молоко я уже налила в кастрюльку, сейчас поставлю на плиту. Молоко не должно закипеть, мы его подогреем до тех пор, пока появится пенка. Покажу вам. Вот, показываю вам, появилась пенка. Пенки мало, потому что у меня молоко магазинное. Если сделать деревенским, натуральным молоком, конечно, там пена и больше, и вкус другой. Но мы делаем из того, что есть. Вот он уже готов, вот-вот, закипеть. Вот в этот момент именно добавляем лимон. В ней лимонный сок. Слегка перемешиваем. Нам надо, чтобы сыворотка отделилась от молока. Выключаем плиту. И ждем, когда делится сыворотка. Если вам, я не знаю, видно вам или нет, вот, уже видна сыворотка. Она должна быть зеленого цвета. Если она еще белая, вот сейчас она пока слегка такая светлая, значит, она еще не готова. Надо подождать еще чуть-чуть. Лимонный сок можно заменить лимонной кислотой. Главное, что это кислое. Вот оно уже видно, вот как творожки. Вот уже сыворотка видна, зеленая. Посмотрите, сыворотка уже зеленого цвета. Такая желто-зеленая. Почти прозрачная. Весь сыр уже плавает наверху. Пока что это еще творог. Все, теперь мы оставляем его где-то на 15 минут отдохнуть. И чуть-чуть подостыть. Потом будем сливать. Вот, прошло у нас 15 минут. Сыворотка уже практически прозрачная. Все уже можно сливать. Сливаем. Посмотрите, вот в таком виде это уже готовый творог. Можно его и так использовать. Но мы сегодня будем сыр делать. Поэтому мы посолим ее сразу, пока она горячая. Соль по вкусу, кто как любит. Перемешали. Я заранее марлю приготовила. Здесь где-то два слоя марли. Так вот укутываем. Сливаем лишнюю жидкость. Что я делаю дальше? Отжать немножко. Зачем нужна марля? Для того, чтобы вот эти мелкие крупинки, они вместе с водой, с этой жидкостью не слились. Отжали немножко. Подправляем марлю. Чтобы было ровно. Дальше кладем на него пресс. Можно баночку с водой. Можно любой пресс. У меня вот банка с томатами закрытая. Я ее помыла. Вот в таком виде я ее поставлю в холодильник на где-то 3-4 часа. Можно 5 часов. Можно с вечера оставить. Если хотите твердый сыр, то оставляйте на ночь. Будет совсем твердый. Если хотите помягче, тогда хватает, наверное, 4-3 часов хватает. В общем-то, покажу вам после, что будет. Значит, прошло 4 часа. Убрали тяжесть, которая была на ней. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой сыр. Взвесим из 2 литров молока, сколько у нас получилось. 280 грамм. Посмотрим нарезки. Если хотите, чтобы она выглядела пообъемнее, нужно ситечка поменьше взять. Или же какую-нибудь посуду с дырочками. Вот такой сыр у нас получился. Если вы будете делать много сыра, то сделайте соленую воду и положите его в эту воду. Либо в ту же самую сыворотку, которая из нее получилась. Тоже можно посолить и там хранить в ней. Но у нас она долго не будет держаться. Поэтому я не буду соленой воде держать. В общем, у меня все. Готовьте со мной. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok